Утро в воскресенье, 8.20 по Москве, выдвигаясь в сторону Саратова. Дождь, кстати, так и не разродился сегодня ночью. Через 600 метров поверните направо. Яицкое. Вот такое даже есть. Кстати, дождя не было, но так свежо хорошо вот сейчас. Прям приятно ехать. А вот и Пугачев. Кстати, в этом Пугачеве Чапаев жил какое-то время. Есть тут у него дом, музей. Очередной элеватор. Интересно, работает он или нет. Или тоже пора сносить уже его. Короче, рассказываю прикол. На заправке случайно заправился больше 50 литров. То есть у меня было в баке 29. Я что-то переклинил, у меня 31 литр купил. Заправляю и осознаю, что у меня бак на 50. И что вы думаете? Все залезло. Я такой думаю, блин, может наебали. Короче, там 10 литров не далили мне. Все залезло без проблем. Реально проезжает. Уже 14 литров у меня как минимум сгорело. Ни одно деление слева не упало. Одно деление примерно 5 литров. Так что вот вам лайфхак. У Лаганов 60 литров спокойно помещается в бак. Пользуйтесь. Ну вот, все-таки дождь. Все-таки дождь. Балаковская АЭС справа. Атомная электростанция. Балакова, кстати, примечательна тем, что здесь две электростанции. Гидроэлектростанция и атомная. По гидроэлектростанции сейчас я поеду. Вот тут берег направо. Здесь вот такое круговое движение. Балаковская АЭС и пост ДПС закрытые, похоже. Так, вот справа судоходный канал. Через него мост. А ГЭС сама чуть дальше. Такой мостик. Ты что, с ними же, блин? На уровне глаз как раз вот эта металлическая балка идет. Вот здесь получается судоходный канал. Впереди вот там ГЭС нас ждет. Первый раз видишь какой-то бал Петрал. Что за бал? Балтийский Петрал, что ли? Вот она, Саратовская ГЭС имени Ленинского комсомола. Сверху железная дорога, внизу автомобили. Турбины, получается, где-то под нами. Там или вот справа. Вот таким образом она выглядит. То есть водосброс слева, получается, южная сторона вот здесь. 2-ая ГЭС на моем пути. Реально железная дорога прямо над нами вот здесь проходит. Как бы в двоярусах. Специально остановился, чтобы с этой стороны снять. Ну, здесь водосброс не видно. Вот там он. Какая-то черная полоса такая. Красота. Надо перекусить и двигаться дальше. Пляж тут такой дикий какой-то. Или может он даже не дикий, а городской. Хотя за черту города уже выехал. А люди купаются. Шикардос, шикардос. Что-то я внезапно захотел заехать и в Вольск. Мимо него тоже сколько раз проезжал. Ни разу не заезжал. Посмотрю, что за городок. Быстренько. Сейчас пробегусь по нему. О, нифига, какая-то военная часть плотная. Самолеты, вертолеты. Какие-то топливозаправщики. Или тут даже может аэродром есть. Академия ветеринарно-технического обеспечения имени Хрулева. Вот что здесь находится. Понятно. 1780 год. 200-летие отмечали, поставили эту колонну здесь. Город, орден и знак почета. Интересно, набережная здесь есть какая-нибудь или нет. Сейчас посмотрю по карте. Тоже Вольск. На этом холме. Для меня все это горы. Для кого-то это холмы, для меня это все горы. Саратовские горы. Есть такой неуловимый флёр кайфа летнего в таких маленьких городах. Зимой, конечно, есть кукотище, а летом здесь просто рай. Единственное, что кто не любит жару, тому, наверное, хреново. А мне нормально. Почти Петропавловский собор. Офигенно у них в таком маленьком городе. Есть пешеходная улица. Это вообще шикардос. Прям кайфово. Сейчас по ней прогуляюсь до Волги. Выпил кофейка в Гринвиче с чизкейком и с новыми силами пошел изучать город. Население 60 тысяч человек. 50 героев Советского Союза выходца из Ивольского района. Один из них Тололихин. Такой вот городок прикольный. Набережной, судя по всему, нет. Там по карте просто тропинка нарисована. Сейчас посмотрю, дойду до нее. А я понял, в чем прикол, почему мне нравятся именно пешеходные улицы. Пешеходные улицы, они придают городу какую-то столичность, что ли, такой. Ну, повышает уровень, скажем так, города. Наверное, из-за этого. Это вот сейчас только осознал. Фонтанчик, то, что надо в такой жаркий день. Я думаю, на солнце, если вот так стоять, градусов 40, точно будет. Барбос офигелами от жары. Не знает, куда. Фонтан, нужно бежать. Фонтан, чувак. Там самый кайф. Вот еще один фонтанчик. Какая-то площадь, похоже. О, Нервак. Еще такая надпись советская. Центральная площадь, похоже. Сейчас я на нее вернусь. Сначала до Волги дойду. Адвокат во дворе. Классная надпись. И массаж, кстати, рядом сразу же. Сначала на массаж, потом к адвокату. Вот кусочек облагороженной набережной, такой небольшой. С елями. С памятником. Просто ели, как я понимаю, росли. Все же можно сделать. Вокруг них сделали дорожки. О, здесь будут тоже делать, смотрю. Молодцы. Здесь тоже будет засыпаться. Вот вся набережная, к большому счету. Там дальше пляж. Хоть так. Улянске такого нет. Там просто бетонка. Здесь тоже все будет сделано. Красиво. Отлично. Молодцы. Там, на том берегу тоже есть пляжик. Какой там интересный поселок. Напротив Вольска. Вот. В общем-то, такой небольшой экскурс в этот маленький город. Неожиданный совершенно. Я просто вообще не хотел даже заезжать сюда. Просто думаю, знак Вольска повернул-ка, направо повернул и не пожалел. Очень душевно, уютненько. Мариманам, памятник погибшим Великотечный. Речной флот тоже тут участвовал во всех этих боях туда, южнее, ближе к Сталинграду. Здесь парк небольшой. Сортиры даже есть. Потому что в Самаре, кстати, с сортирами что-то проблема вообще. Я сильно больно-то не хотел, но по карте посмотрел общественных туалетов. Не попадались мне вот в явном виде, скажем так, туалеты по пути. Вон, еще один фонтанчик. Самый большой пока. Вот такой вот Иван Ильич стоит, показывает путь. Светлое будущее. Столько молодых семей, кстати, на встречу попалось. Живут. Ничего. Может, конечно, на лето приехали. Но 60 тысяч населения. Значит, все-таки есть жизнь за МКАДом. Не только в Москве люди живут. Слава Конституции. Той самой, сталинской, какого она, 35-го или 37-го года, не помню. Которая закрепляет право на труд. Буковки Вольск стоят такие на клумбах. В общем, вот универмаг Вольский. Тоже вот таким современным дерьмом заложили. Плиточками. Вот что-то реставрируется. Здесь самый старый дом 1810-го года. Я посмотрел. Начало 19-го века где-то есть. Блин, виды вообще реально как будто там реально где-то на югах. В Крыму каком-нибудь. Вообще очень прикольно. А отсюда шикарный вид на эту церковь. Сувениров не вижу. Магазин с сувенирами. Хочу магнитик прикупить. Раз уж и тут был. Классный городок. Мне понравился. Надо двигаться дальше. Реально похож на собор Петра и Павла в Петропавловской крепости. Такая уменьшенная версия. Подъезжаю к поселку Синой. Это узловая станция большая здесь в Саратовской области. Как Канаж в Чувашии и Зеленый дол в Татарстане. Здесь постоянно были пробки, потому что не было объезда этого поселка и через раздолбанный железнодорожный переезд там две полосы всего было. Постоянно пробки были многокилометровые иногда. Особенно под вечер, когда в железнодорожных составах много здесь проходит. Наверное, на южное направление. Соответственно, с юга на север тоже. И вот в прошлом году открыли наконец-то объездную. Сейчас как раз по ней прокачусь и посмотрю, что за дорога такая. во какая развязка теперь здесь прямо на сеноидом налево. Вот старая дорога прямо получается уходит. А здесь закруглили, с железной дорогой сделали мост и просто чуть левее забираем и мчимся в Саратове. 102 километра я сейчас еще часика полтора, наверное. вот железка под нами остается. Прекрасно. Шикарный народ, у всех на трал. Охраничение 110 надо ставить здесь, чтобы нормально себя чувствовать, прямо идеальное. справа заброшенная дорога, кстати, старая. И вот сделали без... не знаю, говно ли это было, но дорога такая еще более-менее. Как-то не сразу даже по ней проехался. Так, прикольно, пустынная такая вообще. Видимо, она в низине была, затапливала ее все время, наверное, поэтому повыше сделали. Слева объезд такой. Привет, Саратов! Слева вот эти два дома, когда на поезде заезжаете, первым делом их видите. Саратов, это я. Написано. Недавно поставили, видимо, в прошлом году не было еще. Круговые движения. Ой, в Саратов московские троллейбусы пригнали. Модные. Кладбище, на котором похоронен Чернышевский. Итак, справа это Саратовский государственный университет, огромный квартал. Слева училище внутренних войск МВД, раньше сейчас Росгвардии, соответственно. И здесь же на территории Саратовского государственного медицинский института. А, родимая Астраханская. Такая улица посередине, вот пешеходная зона и Рахова такая же улица. Очень зеленая, классная. Трамвайные пути, как были убиты всю жизнь, так и осталось. Все стабильно. Те же самые трамваи, что и 30 лет назад. А может быть, даже 40. Поверните налево. На Вавилово. Швейная фабрика еще до революции была построена. Я даже застал, когда она работала. Буквально несколько лет назад сделали теперь ночной клуб. И по ночам тут хуярит музыка так. И всем похуй абсолютно. Все слушают и ничего сделать не могут. Самый коррумпированный город на Волге, Саратов. Раньше шили что-то здесь. Теперь бухают и ебутся. Такие вот времена. И пальмы на месте. Вечно зеленые. Как мы вовремя приехали под красненькие прямо. Аж парвоз летит вперед. Кому не остановка, чувачок такой в бандане там херачит. Товарняк. День закрытых дверей сегодня какой-то. Второй переезд уже. Саратовские гены. Смотрите, какие. Породистые. Саратовские просторы. Кайф. Маленькая красная фигня. Дымная проехала. Еще какой-то чуть-чуть, блин, вылез. Так, выехали из Багаевки и врываемся в Буркинг-Буэраб. Где-то вот здесь. А то тут поле, да, вспахали все? Да. Здесь дорога ведь была? Да. Понятно. Что нужно сделать в первую очередь, когда приезжаешь в Саратов, правильно? Нужно принять водные процедуры. Но перед этим нужно заехать в Буркинг-Буэраб. Так вот, заехал на Куртушу. Гора здесь в Буркинг-Буэрабе. Такие вот здесь просторы саратовские видны. Вот там железная дорога слева. Столбы вон. Видно. На Волгоград. Это вид на город. Там Крекинг вот прямо по курсу. Нефтеперегонный завод перерабатывающий. Волга. Красный текстильчик, куда я и направляюсь. Хороший ветерок такой здесь обдувает. Прям классно. Вот такие просторы саратовские. Шикардос. На этих холмах, горах стояли. Вот на этой точно стояла зенитка. Потому что со стороны Сталинграда залетали сюда бомбить и нефтеперегонный завод, и авиационный завод имени Яковлева, которого уже не существует. Красота. Поселок Красный Текстильщик. Вот еще один памятник промышленной архитектуры. Ткацкая фабрика в Красном Текстильщике, который... Ну все. Прощайте, господа и дамы. Я ныряю в Волгу. Вот примерно так. Зацените, какая красота. А здесь я буду сейчас принимать водные процедуры. Вон там, прямо по курсу. Блин, вода высокая. Похоже, туда не пройти. Или пройти. Можно через заросли, вон через тех. Хотя, может, нафиг. Тут расположимся. Вот она красота. Вот километра три примерно. Ширина Волги. Это уже Волгоградское водохранилище, наверное, здесь начинается. Вот и радуга, если видно. Надеюсь, видно. Зацените, какая красота. Это одна из трех гор, которые я вам покажу на улице Новоузенской. Сколько я знаю, называется Пупок. Гора Пупок. Это как бы средняя гора. Вот Крекинг. Это уже с другой стороны я нахожусь. Было только что вот за ним туда. Это вот внизу областная больница. Саратовская. Это вот вид на заводской район. Вид на Волгу, соответственно. Сейчас я обойду на самый край этого, этой горы. Чтобы остальную панораму вам показать. Вот такие просторы здесь, в Саратове. Вот продолжение этой прекрасной панорамы. Зацените. Вон самое высокое здание в Поволжье. Небоскреб Елена назывался. Сейчас я не знаю, как он называется. Насколько я знаю, до сих пор там что-то какие-то геморрои с продажей квартир, с самооформлением. То есть его как-то через жопу построили. Вот это центральная часть. Вот там санаторий Октябрьское ущелье. Я там даже один раз отдыхал. Смотрите, какие красоты здесь. Вот первая гора. Это вот эта, соответственно. Завтра я вам покажу Соколовую гору. Вот там памятник такой вдалеке. Стелла большая стоит. Может быть видно. А третья гора – это Увек. Это около Крегинга будет. Вот как бы тот мыс, верхняя точка. Туда тоже постараюсь съездить. Около железнодорожного моста на тот берег. Там люди кайфуют, лежат просто в травке. Вот так вот. Родные просторы. Смотрите, какой закат офигенный. Облака как будто нарисовали. Около железнодорожного моста. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова